здравствуйте с вами ольга левить и техника здоровья и сегодня мы в гостях у татьяны осиповой это шеф-повар не просто шеф-повар а большой профессионал и специалист в области диетического питания иммунологии что вообще большая редкость правда вот и вот у нас такой маленький совместный проект и сегодня таня нам приготовит гранулу а гранула необычная чаще всего гранула бывает из овсяных из овсяных луков а мы сегодня будем использовать нашу пророщенную зеленую гречку олечка для нас приготовила просто в проращиватель очень просто все быстро чисто аккуратно и не пахнет рецепт у нас очень и очень простой я подготовил разные семечки орешки сушеную клюкву и финики финики этот наш подсластитель то что обычно гранула конечно же она сладкая и чтобы наша гранула была сладкой нам нужно финики перемолоть блендере пюре этим пюре мы просто смажем все ингредиенты и конечно же мы отправим наш любимый дегидратор финики я отдельно не замачивала но можете и замочить это не принципиально совсем нам понадобится немного воды пинки без косточку до без косточек очень-очень важно достать косточки допустим полстакана ну что ж нам этого уже достаточно соединяем все наши ингредиенты наши орешки и семечки любые какие у вас есть все что вам нравится все что вам можно наша гречка рецепт очень простой и очень быстрый в приготовлении единственная разница не разница как правильно сказать это занимает какое-то время для проращивания и потом время для сушки ну в принципе достаточно даже там не не знаю нескольких часов 12 часов хотя бы просто можно оживить если семена это уже очень хорошо это несколько часов буквально замачивание требует но идеально конечно когда это уже 12 часов 24 потому что все же проклевывается чтобы был вкус интереснее мы добавим корицы и и немножко соли все шеф-повара всегда добавляют в сладкие блюда чуть-чуть соли обязательно я это делаю всегда теперь нам нужно это все хорошенечко перемешать чтобы финиковое пюре смазала все ингредиенты мы взяли финиковое пюре но если вам нравится например вкус банана вы можете сделать то же самое с бананом просто измельчить блендер и банан пюре с небольшим количеством воды а что еще может быть связующим таким вот я думаю что яблочное пюре хорошо подойдет я чаще всего использую финики как-то они универсально работают у нас получилась вот такая вот масса с глянцем даже чуть-чуть красиво теперь нам нужно все это выложить на наш она немножко склеится будет такая масса она кусочками она будет кусочками она будет легко украситься таким неравномерными то есть если захотите совсем разделить все это на кусочки на совсем мелкие на запчасти то это легко можно сделать просто рукой вот так раскрошить но в принципе они все соединятся и будут такой как очень хрупкие хлебцы наши а сколько хранится вот эта заготовка ну лучше всего конечно же долго не хранить но месяц-два в закрытой банке ну это уже хорошо да главное чтобы это было в закрытом сосуде каком-то чтобы ну просто не впитывало влагу лишнюю ну в общем то это и все мы отправляем дегидратор на 8-10 часов температура я думаю если ставить 55 градусов наверное может быть чуть подольше но если для вас это не принципиально делайте температуру повыше 60 градусов и он высохнет быстрее пробуйте смотрите как вам нравится достаточно хрустящий как вам нравится просто дело вкуса да короче это все к теме что все гениальное просто главное было бы маленькое желание и немножко знаний мы использовали сушеную клюкву но можете взять любые сухофрукты которые вам нравятся наши любимые яблочки сушеные которые мы делаем в дегидраторе просто помельче порезать чтобы это удобнее есть ложкой с вашей гранулой для этого вам может понадобиться какой-то сок или ореховое молоко ну что можно сказать друзья вот если вот прям тотально не решать проблему здоровья что с завтрашнего дня там с понедельника начну все правильно делать а вот потихоньку просто начинать включать в рацион вот такие правильные блюда и вкусные то вот так и незаметно окажетесь в каких-то здоровых рядах в наших наших рядах вот а мы всегда вас рады видеть приходите и смотрите нас и у нас всегда будет много хороших полезных рецептов умных рецептов для вас спасибо Танечка спасибо Оле что пришли